Это опознавательный знак для авиации? Г-19 это так называемый тактический номер подразделения. Тут вот если обратите внимание, правда тоже грязь закидано, есть еще один номер, вот этот, так же тактический номер. Эти все номера на танках обозначают, так называются тактические номера, могут обозначать полк, батальон, вплоть до роты, то есть какое минимальное формирование есть в подразделении. Причем я опять же напомню, в то время не было строгой градации, вот нанесение каких-то тактических знаков, в одной армии они наносились цифрами, буквами, в других армиях они могли наноситься какими-то рисунками, графическими какими-то рисунками, геометрическими формами. Ну каждый для себя определял цвета все равно. Не было понимания, допустим, как наносить камуфляж на танки, какие цвета использовать в камуфляже. Поэтому если посмотреть цветную хронику, тогда уже была, там есть совершенно липоватые, похожие на попугаев танки, расписанные красным, синим, желтым, зеленым цветом. Поэтому это все вырабатывалось уже по итогам Первой мировой войны и в межвоенный период. Здесь это семафор, как мне было, радиосвязь? Да, да, совершенно верно. Какие примерно сигналы нужно было продавать? Это семафорная система сигналов, причем она была не на всех танках, очевидно только на командирских, чтобы, ну любой танк не мог семафорить. Потому что вот если вы едете в командир танка, у вас слева танк начинает что-то семафорить и справа, чьи команды выполняют. Это ставилось на командирский танк. Какие знаки могли подавать? Вперед, назад, влево, вправо. Это что-то было общее. То есть едем туда, едем назад, поворачиваем направо, поворачиваем налево. Расположено в корме, чтобы танки, едущие сзади, с боков это лучше видели, потому что если где-то здесь расположить, настройки будут частично перекрывать. Ну и белый цвет лучше всего видно на поле боя, в дыму, в порохе, в грязи, в копоте. Своим тоже тогда я сомневаюсь, потому что их опять же было не так много на поле боя, они были достаточно крупные. И скорее всего, если были танки у вас, то по характерной форме вы могли уже знать, что это именно ваш танк. Главное вообще было его увидеть. И вот в качестве, чтобы просто увидеть, ну наверное могли способствовать вот этой раскраске на крыше. Здесь дополнительное оборудование на крыше труба присутствует. Какая-то система, скорее всего, отвода газов, потому что может быть принудительная вентиляция. То есть труба спускается туда вниз и выводит. Вполне возможно, что это выхлопной коллектор, потому что вот она на корме, вот эта труба, она не заканчивается ничем, просто выхлопом все. Эта махина ревела так, что там никаким глушителем не заглушишь. Вот, кстати, как они обеспечивали скрытность накануне. Битва при Сомне. Но им удалось все равно небольшой части фронта. Небольшой там порядка на глубину, порядка двух километров у танков просто там запас хода ограниченный. Как удалось скрытность сохранить, я думаю, просто если вы не знаете о существовании танков, то любой шум у противника вами не воспринимается. Вы говорите, ну что там может у них гудеть, ну к чему-то готовятся, что-то делают. Может строят какие-то укрепления, может артиллерию подвозят тягачами, машинами, еще что-то делают. Может это какие-то специальные шумы, чтобы отлечь. А когда утром выезжают вот такие аппараты, вы просто не знали, не ожидали, что такое может быть. Поэтому шум, издаваемый имя, ну скорее всего не восприняли. Конкретно данной модели, сколько сейчас было гиппажа? У данной модели экипаж был порядка 12 человек, насколько я помню. То есть тут сразу можно, если были артиллерийские орудия, то есть это еще добавлялся экипаж. Можно просто посчитать 6 пулеметов, это как минимум 6 стрелков. Командир-водитель это уже 8. И в таких танках в то время обязательно наличие механика. А то и двух. Во французских танках присутствовал еще и электрик. В штатном расписании экипажа танка. Общий вес конструкции снаряжен и виден? В то время вес танков, несмотря на их размеры, был небольшой. Сейчас, к сожалению, точно цифру по данной модели не помню. Но это что-то порядка 20 тонн все это умещалось, потому что броня была не такая толстая, как на современных танках. Тогда технологии сверлых шуров никто еще не освоил, не знал, как делать, поэтому собирали их из кусков, да? Да, это все клепанное. А клепали опять же сверлили ответственность? Ну там могли по-разному клепать, какие-то большие заклепки могли сверлить, в то время уже методика, технология клепки была достаточно освоена. Большие части, допустим, на кораблях, там были специальные клепанные инструменты, на горячую заклепку все это разбивалось. Здесь просто по размеру, скорее всего, сверлили и клепали. Все равно получалось не герметично, были зазоры какие-то, ну и грязь не могла попасть. Нет, заклепка достаточно плотная. Плотность зазоров ликвидируется частотой заклепок. То есть, если вы посмотрите на корпус, вот видите, с какой частотой проклепано вот здесь, и, допустим, сразу нижний лист здесь практически в два раза меньше заклепок. То есть, какие-то ответственные узлы агрегаты, чтобы избежать попадания пыли в влаги, конечно, проклепывались чаще. Вот этот кусок, он, допустим, закрывает всего лишь ходовую часть, естественно, здесь заклепок меньше. Вот, допустим, здесь на спонсоне какие-то части тоже, видите, да, проклепаны чаще, какие-то реже. Все зависело от того, какую нагрузку еще несет эта панель, что к ней изнутри может быть прикреплено. Еще такой вопрос. Здесь количество люков, если мы посмотрим, вот эта дверка открывалась, распашная, вот эта конструкция, как я уже сказал, тоже могла распахиваться по этому шву. Здесь вот видите смотровые щели, можете видеть. Вот лючки для, так называемого, для пистолетного боя, для оружейного. То есть, можно лючок открыть, сдвинуть там в сторону, высунуть пистолет и отстреливаться, если ли танк забыл. То есть, вот это открывалось, это открывалось. Вверху люк здесь располагался, вот на этой башне. Сзади располагается вот два люка. Можно подумать, что это доступ к каким-то механизмам. Нет. Вот здесь видите пулемет, следовательно, за стенкой располагается свободная пространство, где сидел пулеметчик. Это люки, также доступ к внутрь. Ну и слева борта все аналогично. Вот эти дверки, вот эти дверки. То есть, здесь нет дверей из боков, как, допустим, на немецких танках, на французских. Спереди мы видим два, две, так вы видите, смотровые щели, которые открывались, но это уже не для доступа экипажу. То есть, это, опять же, мы возвращаемся к тому, что никто не понимал, как танк должен выглядеть целиком, где удобнее экипажу садиться, как удобнее покидать. И, соответственно, по поводу покидания, пока еще не пришли к идее домного люка. Здесь нет, здесь домного люка нет, здесь все зашито листами, и домный люк достаточно сложно было сделать, потому что посадка танка низкая, и зачастую он нищим практически касался земли. Это плохая проходимость, да. И большую часть внутреннего пространства занимали механизмы, то есть двигатель, трансмиссия, все прочее. Там просто этому люку некуда. Какой привязательный моторесурс был? На мига очень небольшой. Моторесурс, я так полагаю, что у первых танков моторесурс они не выхаживали. Потому что кто-то ломался буквально через час, и полностью выходить моторесурс, я думаю, ни одному танку не удалось, а на испытаниях тогда таких испытаний просто не проводили. То есть если двигатель брали, и у него моторесурс на тракторе был условный 300 тысяч чего-то, часов пусть будет, то ставя его на танк, не факт, что он 300 тысяч отъездит, что сам танк столько проживет. У танка тяжело в боевой обстановке выработать моторесурс какой-то. Поэтому я, по крайней мере, нигде не встречал таких данных по ТТХ, что вот такой-то моторесурс. У двигателя, да, какой-то был моторесурс, но не у танка в целом, потому что достаточно сложный механизм. Просто подбили танк, взорвался там, а двигатель, в принципе, еще мог жить и жить. Естественно, не было еще системы пожаротушения. Пожаротушение, если только наличествующими внутри огнетушители, в то время уже были огнетушители, внутри, конечно, там все это ставилось в ручном виде. Но когда танк загорелся, это не подводная лодка, его проще покинуть, чем потушить. Ну, то есть получается такая броска могилы. Да, по сути, да. Если они ушли вперед от пехоты, они вперед и ушли, то они оказывались в кольце? В кольце оказывались, и вот, если обратите внимание на эти непонятные направляющие, слева и справа борта, вроде как вот сейчас они не несут никакой функциональной нагрузки. Но это просто так вот модель сделана. Эти направляющие были нужны для нескольких целей. Во-первых, на них возили большие связки хвороста, фашины, так называемые. То есть она могла достигать, ну, практически высоты танка, вот такой сноб везде. При подъезде к траншеям, широким рвам, эта фашина скидывалась вниз, и танк по ней проезжал. Это первое назначение. Второе назначение, здесь вот так крепилось бревно шины танка. И при необходимости, оно вот так цепляли впереди цепи, и танк сам под себя запаскивал бревно. Впоследствии это бревно стало классикой, особенно на наших советских танках, времена войны, называется бревно самоспасения. Оно вот так выпадало под гусеницы, и как бы начинало грести, и вытаскивало танк. То есть вот на данной конструкции это вообще работало идеально, когда гусеницы у вас вот так охватывают танк, бревно прошло под нищим, снова поднялось, и следующий этап это уже повторяется. На современных танках времен войны так уже было нельзя сделать, потому что гусеницы находились под корпусом танка. И третье назначение, по крайней мере, мне известно, вот этих направляющих. Это уже выяснили потом, опытным путем, я так понимаю, сами танкисты, когда стала ставиться такая конусная крыша, вот как на домах на деревянских, с сетками. Это спасало экипаж от гранат. Да, то есть закидываешь гранату, она по сетке скатывается вниз. Тогда, конечно, еще не было ни противотанковых гранат, ни противотанковых мин, но, тем не менее, связка, допустим, противопехотных мин, заброшенная сюда, вполне могла повредить какие-то механизмы, сорвать люки, открыть доступ внутрь танка. И тогда уже могли забросить гранату туда внутрь к экипажу. Ну, то есть это вот опять возвращаясь к вопросу, что не было понимания, как должно все это выглядеть. Виктория Бензина тогда стояла, и, соответственно, топливные баки где-то внутри. Топливные баки внутри, все располагалось, броня здесь порядка 10 миллиметров, тогда единственную защиту танка предполагалось от бронебойных пулей. Впоследствии первые образцы оказались пробиваемыми бронебойной пулей. В частности, немцы на трофейных таких танках первые поставили более утолщенную броню, которая удерживала бронебойную пулю, винтовочную на тот момент. Ну и, конечно, после появления первых танков все страны стали, опять же, задумываться как на приобретении своих танков, так и приобретении противотанковой артиллерии. То есть все быстро поняли, что против танка должна работать противотанковая пушка. И хотя они в то время представляли достаточно хорошую мишень из-за своей скорости и размеров, тем не менее артиллерия была вооружена картечью, фугасами, в основном против пехоты боролись. И поэтому не всегда артиллерийские снаряды наносили вред. После того, как поняли, что надо использовать бронебойный снаряд и калибр артиллерии, допустим, за 70, не нужен против такого танка, когда стали применять достаточно мелкокалиберные пушки, именно противотанковые, и что сыграло свою роль в дальнейшем. То есть, допустим, Германия встретила Вторую мировую войну с противотанковой пушкой 37-37 мм. Основная пушка была у них. И этого было достаточным для тех танков. То есть, какие-то образцы захватили немцы как трофеи? Да, да. И использованные уже основы для разработки? Да, по некоторым данным, у немцев трофейных танков было больше, чем своих. Они вообще смогли разработать и запустить в серию всего лишь один образец немцы, А7В. А все остальное, большинство танков были французские трофейные, английские трофейные. Много фотографий, где немцы стоят у подбитого танка, допустим, английского, где аналогичные танки едут уже с крестами нарисованными. То есть, я сейчас точно не помню, какой участок фронта, но там вот конкретно английских танков данного образца, трофейных, немцы использовали больше, чем своих. Немцы вообще смогли свой танк запустить на фронт только в 18-м году, в начале 18-го года. Ну, а к концу 18-го года война закончилась. Немцы смогли построить что-то порядка 350, что-то вот такое, 370 танков всего своих. А англичане, когда первый заказ на эти танки был, если память не изменяет, 50 штук или 100, то после успешного применения заказ сразу увеличили до 1000. В Англии во время войны, уже Второй мировой, производились рационные моторы. То на производство этих моторов допускались только люди, которые отработали определенное количество лет именно на производстве моторов на данном заводе. То есть вы новенький, у вас институт, у вас куча дипломов, вам никто не разрешит собирать этот мотор. То есть человек должен, по-моему, 25 лет, что ли, был отработать на сборке двигателя. За счет этого достигалось мастерство и качество. Плюс танк, это не просто кусок железа, это должна быть у вас технология литья металла, не простого металла, а бронированного листов, бронированного металла. Это отдельная бронесталь, это отдельное литье в любой металлургии. Плюс у вас должен быть, конечно, свой двигатель. То есть это уже какие-то наработки и технологии. Качество металла, то есть у вас должны быть не только руда, но и какие-то присадки к ней. Это где-то все вы должны уметь. У вас должны быть заводы по переработке руды, по литью металла. Ну и, конечно, конструкторская школа. Когда ваши инженеры-конструктора могут разработать не просто какой-то один механизм, а чтобы эти механизмы все в комплексе собрать и все это уработало. Поэтому здесь решающее не количество денег, а вот именно экономика и технологии. Военные же технологии, они привлекают, так сказать, сливки конструкторской мысли. Все, что в мирной жизни вам не нужно, когда наступает война или на военные образцы приходится работать, это притягивает всех лучших инженеров, всех лучших конструкторов. Потому что вы можете быть, ну, каким-то там конструктором часов, но вы вот так и останетесь конструктором маленького механизма. У вас будет, знаете, какой-то узкий круг людей. А все, что касается обороны страны и военного потенциала, здесь, конечно, найдут лучших. И в своей стране, если надо, пригласят из других стран. У нас вот перед войной был инженер Гротте, немец, и он придумал танк здесь у нас в Советском Союзе. ТГ-35 он назывался, танк Гротте. Ну, наши военные посмотрели, сказали, нет, это слишком, это сложно, это дорого. Он, не знаю, по какой причине обиделся, расстроился, уехал в Германию. И вот там уже в течение, во время войны, он предлагал создание уже немцам. Многие, наверное, слышали, танк Гротте, крыса, который, по его версии, должен был весить тысячу тонн. Ну, вот и такие конструкторы были. И, наверное, одно из главных, так скажем, усилий было приложено англичанами, чтобы отсеяли все ненужные образцы, потому что, конечно, это был не единственный образец, который предлагалось сделать. А вот найти тот баланс мощи, современности, то, что мы действительно сможем сделать. Опять же, на что у нас хватит денег, и причем не на один образец, мы их сможем долго, массово, на регулярной основе производить. А не так, что вот мы набрали денег, мы сделали металл хороший, но, правда, на один танк нет. Иногда уступали качеству, это во все времена было, в угоду массовости. Спасибо.